Футбол не расписание. Матч Воги и Носа должен был пройти в Оренбурже, но из-за отвратительного газона на стадионе Мталурно-Матроицке игру перенесли на стадион Труд в Ульяновске. Здесь и поле изумительное, и болельщиков ходит в несколько раз больше. Как только узнали, что будет игра в Ульяновске, мы сразу решили пойти с ребенком. Договорились, что сегодня вместе придем, посмотрим. Он давно хотел уже на футбол сходить. Когда играют перед родными трибунами, это всегда плюс, я считаю. Волга – лидер чемпионата. Носа только 12-е. Между соперниками пропасть в турнирной таблице и пропасть в качестве игры. Первую же свою вразумительную атаку волжане доводят до удара поворотом. Это Дмитрий Рахманов, воспитанник ульянского футбола, бьет с левой. Сначала мяч попадает в перекладину, потом в газон. Судья, подумав несколько секунд, указывает на центр поля. Соперник спорит, но решение принято. Гол. Волга ведет 1-0. Да, да, гол был, да. Ну, мне был во вратарстве там практически. Мне показалось, что гол был. Я еще был удивлен, что сразу не остановили игру. Я вообще не радовался. Я стоял за голову, держался, смотрел момент, там ребята доигрывали. А кто-то начал кричать, что гол. И просто я даже не почуял, что гол-то занял. Увы, но ни один повтор момента не дает четкого понимания, в какой точке опустился мяч. Споры и эмоции не утихают даже после финального свистка. Игроки и тренеры Носты уверены, судья ошибся и сломал им всю игру. Комментарий не будет. Сегодня мы играли немножко по разным правилам. Спасибо. Зато два других гола, которые Волга забила еще до перерыва, не вызвали никаких сомнений. В первом случае снова отличился Дмитрий Рахманов. После затяжной атаки он получил мяч за пределами штрафной и отважился на дальний удар. Только теперь с левой. Мяч летел в нижний угол ворот соперника. А чуть позже образцовую контратаку, эффектной подсечкой над вратарем Носты, завершил капитан Волжан Алексей Цыганцов. 3-0. Волга до перерыва обеспечила себе комфортное преимущество. Как бы ты ни хотел, психология все равно выходит на первый план. Нужно сохранить счет. Сзади повнимательнее. Это прежде всего. Результат сделан в первом тайме. Главное его сохранить. Именно этого плана и придерживалась Волга после отдыха. К середине второй половины стартовый состав Ульяновского клуба сбавил обороты. И тогда пошли замены. Свежая кровь снова помогла отодвинуть игр от своих ворот и довести матч до логичной победы. Правда, забитых мячей зрители больше не увидели. 3-0. Волга по-прежнему во главе турнирной таблицы. Эти усиления освежили. Мы стали хорошо атаковать, выбегать, создавали моменты. Я говорю, что еще надо было просто реализовывать эти моменты. Но надеюсь, что мы оставили на следующей игре. Продолжение чемпионата для Волги 15 мая. В гостях, и это уже точно, команда Рината Итова сыграет в Перми. Против одного из конкурентов в борьбе за победу в сезоне – Амкаром. Успех в этой встрече откроет волжанам прямую дорогу к выходу в ФНЛ. Михаил Сашанский, Герман Баранов, Олл Правда ТВ.